в начале как всегда демонстрация показываю на примере ipod touch 5 поколения как в нынешний момент самого слабого устройства продукции компании apple вот соответственно все эмуляторы работают довольно таки хорошо единственное что на nintendo 64 пропадает звук в видеозаставках а на эмуляторе playstation длительные загрузки но это самое слабое устройство лучше всего конечно играть на iphone 6 плюс показывать буду на примере вот такого вот геймпада но вообще что я хотел сказать если вы собираетесь играть в playstation экрана в 4 дюйма будет очень мало то есть лучше воспользоваться вот таким вот кредлом то есть полноценный третий дуал шок дуал шок 3 4 они без проблем поддерживаются ios 9.0 то есть благодаря тому что там имеются специальные твики программы для их него подключения и эмулятор их ловит без каких-либо проблем то есть вставляете в кредл свой iphone либо ipod да либо просто подключаетесь по bluetooth к айпаду и играете как настоящую консольку вот ну я на самом деле назвал ролик подключения установка эмулятора playstation на ios только потому что больше народу посмотрели бы такой видеоролик по идее то я предпочитаю играть на виде выигрыш под первый playstation но что касается ipod да да он на самом деле только-только испортился с годами как только apple выпустила свежие версии своих прошивок потому что аппарат стал очень и очень слабым то есть я помню времена когда можно было поиграть gta san andreas либо князь of the old republic но они канули в небытие то есть теперь и можно пользоваться действительно как просто плеером либо просто как ну такой вот ретро консолью запускаем программу retro arch либо libretro но в любом случае я вам покажу это уже непосредственно при съемке с устройства да как скачать репозиторий как подключить это этот репозиторий установить эту программу видим контроллер поддерживается без каких-либо проблем точно также поддерживается 3 4 dual shock да и кстати любой bluetooth контроллер можно подключить об этом мы тоже поговорим посмотрим что у меня есть у меня здесь gameboy color gameboy black and white gameboy advance nintendo 64 playstation кстати в случае с playstation нужно ставить непосредственно ядро interpreter то есть все остальные ядра не работают именно под ios 9 вот это вот но я вам покажу во время установки sega megadrive sega genesis для sega cd нужно оставить bios кстати для playstation тоже нужно ставить bios и super nintendo вот давайте посмотрим на примере геймбоя потому что геймбой это моя самая самая любимая платформа и возьмем мы игрушку legend of zelda вот эмулятор поддерживает сохранения на любых моментах то есть ну действительно вот ощущения такие же как от геймбоя то есть никаких проблем нет у меня он полностью устраивает и теперь хотя бы мой ipod touch не лежит знаете мертвым грузом из-за того что apple решила до сделать его якобы лучше а теперь на нем все-все-все тормозит вот я уже получил два элемента да кто играл в legend of zelda точно перепроходили эту игрушку несколько раз ну и соответственно мне немножко мешает штатив я держу руки обычно иначе давайте мы немножечко вот так вот сделаем я играю вот так вот надо показать все равно трудно но самое главное что да все кнопки работают можно пользоваться допустим аналоговым стиком даже можно сделать управление в играх лучше вот ну собственно демонстрация да все работает могу вам показать еще если вам интересно допустим давайте посмотрим на тот же сам ну кстати контроля поддерживается в эмуляторе то есть можно вообще как бы пальцами не пользоваться вот можно посмотреть на примере примере на примере нитендо 64 давайте до нитендо 64 и на этом закругляюсь я и перемещаюсь на компьютер показывал вам как это все выглядит в действительности вот косяк про которой говорил если playstation грузится долго игры то случае с нинтендо 64 проблемы со звуком проблемы со звуком только в роликах и так тоже быстрая загрузка поддерживается ждем еще какое-то время чтобы он прогрузился и погнали так наверное сделать лучше погромче и давайте немножко подниму камеру но еще раз забегая вперед хочу сказать что это работает на всех получается яблочных устройствах начиная с айпода touch пятого поколения заканчивая айфоном 6 плюс если вы не обновились до последней версии айс как делать jailbreak я рассказывать не буду вот но в принципе все очень очень здорово кнопочки можно убрать то есть да это тоже многим не нравится кнопочки можно убрать то есть и пожалуйста полноценная консоль к вот но и кстати обзор получается обзор получается этого кредла если кто просто заинтересовался вы можете посмотреть у меня на канале ссылочка будет в описании под этим видео теперь установка ретро арч она занимает всего-навсего пару минут давайте переместимся на непосредственно итак давайте приступим первым делом запускаем сидию и ждем пока наш инсталлятор пакетов полностью прогрузит свою базу либо проведет обновление репозиториях если у вас это стоит по умолчанию после чего от нас потребуется добавить два источника первый репозиторий это репозиторий для эмулятора ретро арч того самого который содержит себе в playstation и давайте забегая вперед скажу вообще все его возможности nintendo ds nintendo 64 дальше наверное многим покажется интересную возможность поставить супер нинтендо либо нес у нас в стране более известная как бенди а также эмулятор сеги но я это все приложу в аннотации и помимо всего прочего две ревизии геймбоя это геймбой color и продвинутая версия advance вот но в общем целом времени у вас на игры будет предостаточно с этим эмулятором второй репозиторий это будет официальная ссылка на эмулятор ppss pp я про него уже рассказывал он доступен абсолютно на всех платформах включая windows android в нашем случае mac и ios так вот на ios у нас имеется специальная официальная репозитория мы его вбиваем получается в наш источник и тут есть один маленький маленький нюанс если в случае с ретро арчем там никаких как бы подводных камней нет мы просто вбиваем в поиске ретро арч и выбиваем версию под айос 9 то есть скобочках будет указано что эта версия под айос 9 мы ее и качаем соответственно если у вас другая версия то качайте другую получается сборку их всего в моем случае представлено три штуки вот случай с эмулятором psp здесь вот что имеется тоже три сборки то есть три пакета этого эмулятора первое называется просто ppss pps stable то есть считается финальной стабильной версии которая по сути должна запуститься на каждом устройстве но не тут то было я долго ломал голову у меня ни в какую стабильная казалось бы финальная версия не запускается но при всем при этом также имеется версия для разработчиков тоже в двух вариациях воркинг то есть называется пакет деф воркинг и деф второй пакет честно говоря не помню как называется но не суть самое главное что тот пакет который воркинг он как бы расшифровывается как рабочие то есть принципе это версия для разработчиков и она работающая через нее можно запускать точно так же ромы запускать игры хомбрю то есть она как бы работает но вот она все-таки не считает не считается финально да это такая вот ночная сборка для разработчик просто имейте ввиду если по какой-то причине вот я до сих пор не понял почему вас стабильная версия не работает не расстраиваемся просто ставим версту для разработчика тем более я например разницы вообще никакой не заметил единство что может быть версии для разработчика чуть больше настроек и второй нюанс если у вас по какой-то причине тормозит эмулятор да ну вы можете пройти в настройки и выставить следующее потому что часто процессора по умолчанию выставлена на ноль если у вас мощное устройство то есть я сейчас не говорю про четвертые iphone 4s соответственно под ipod touch пятого поколения как у меня потому что устройство слабые на них эмулятор естественно работать не будет вот если у вас устройство мощный он вроде бы как должен работать но вы наблюдаете лаги вот в случае с игрушкой call of duty road to victory да рекомендуется просто в настройках работы процессор выставить следующее вместо нуля поставить плюс 40 то есть за счет такой манипуляции многие игрушки действительно заводится то есть тот же сам вот как я уже сказал call of duty или допустим наруто да у наруто была проблема с обработкой звука на этом эмуляторе но когда вы выставите частоту процессора повыше все в принципе пропадает вот такой вот свет плюс 40 вот случай с ретро арчем что мы делаем мы запускаем эмулятор ретро арч и переходим в настройки нам необходимо зайти в раздел получается онлайн апдейтер то есть помимо того что мы скачали саму программу нам необходимо обновить все библиотеки вот поэтому мы заходим в core апдейтер и поэтапно выбираем каждый пункт исключив только один это получается самый первый course и пункт чиз то есть чиз это база читов для того чтобы быстренько вбивать коды там пароли все остальные по сути это шейдеры это накладные геймпады до которые появляются на экране то есть на экране геймпады конфиге под ядры всевозможные доступы ну в общем и целом вся та рутина которая необходима для полноценности данного запуска эмулятора а вот самый верхний пункт core апдейтер здесь нужно становиться поподробнее надо сказать следующее просто программа ретро арч это модульный эмулятор который позволяет запускать под получается своим движком да вот так вот условно всевозможные платформы и того же самого эмулятора nintendo entertainment system или проще говоря дэнди здесь целых пять штук чем они отличаются все это можно посмотреть на официальной вики страничке данного эмулятора но просто допустим одно ядро поддерживает сохранение в любой момент игры второе ядро позволяет играть по мультиплееру это разные разработчики то есть получается разные ядра и они можно сказать условно друг другом конкурируют то есть у каждого свой плюс или свой минус я например использую ядро для которого необходим биос многим это может быть непонятно но зато многие игрушки которые на стандартных эмуляторах не запускаются вот вот с таким вот получается биосовским эмулятором работают без каких-либо проблем вот и в случае кстати с playstation если вы хотите тоже проводить сохранение в любой момент до от вас потребуется наличие биоса потому что в противном случае это надо будет играть по-настоящему под по хардкору а именно делать сохранение там только в тех местах где-то позволяется до использовать виртуальные карты памяти это на самом деле накладно особенно сейчас обленившемуся казуальному геймеру вот поэтому куда ставить куда устанавливать биос я расскажу позже после того как мы проходим в core апдейтер мы выбираем те эмуляторы которыми мы собираемся пользоваться то есть те самые платформы здесь очень подробно расписано то есть нинтендо 64 нес фомикон вы все это можете посмотреть самостоятельно на вики страничке но чтобы вы сами не мучились да и минимум было телодвижение с вашей стороны я вам предоставлю список тех получается ядер которыми пользуюсь я то есть которые у меня без проблем запускаются на слабеньком ipod touch 5 поколения и на стареньком iphone 4 вот и и и в принципе в случае с playstation здесь надо сделать вот какой момент в базе этого эмулятора имеется два ядра playstation так вот первое называется просто playstation psx rearmed а а второе называется интерпретить так вот нам нужен интерпретированный модуль потому что только он запускается на айос 9 если вы скачаете не тот у вас попросту будет вылетать эмулятор при запуске любого рома поэтому еще раз playstation psx rearmed интерпретить и чтобы не было путаницы лучше разверните экран вашего смартфона да если у вас маленький экран ландшафтную ориентацию чтобы все названия вот таких вот и ядер полностью поместились в экран после того как вы это проделали вам просто потребуется скинуть биос для playstation скидывается он в папку retroarch system ну и соответственно все это добро находится в папке documents ну а проходите вы по стандартному разделу varv slash mobile в общем и целом не забивайте голову просто посмотрите в описании под этим видеороликом куда нужно закидывать биос по понятным причинам я ссылочку на bios приложить не могу потому что опасаюсь за страйк на канале но в интернете да с помощью гугла вы найдете сотню ссылок и без каких-либо проблем скачаете себе собственно bios и еще есть такой маленький нюанс на некоторых устройствах почему-то retroarch bios не принимает это просто баг да я прочитал о нем на форуме когда сам нас тревел эмулятор просто впишите название bios капс локом я вам сейчас покажу на экране как это должно выглядеть после чего вы просто перекидывайте папку файловую систему вашего ios устройства и запускаете эмулятор то есть все очень просто легко и доступно и надеюсь я вам помог оставляйте свои отзывы ставьте палец вверх подписывайтесь комментируйте всем пока и до скорых встреч с вами был